Часто родители сталкиваются с нежеланием ребёнка делать уроки, в целом учиться. В таких случаях важно найти подход к школьнику и подобрать правильную мотивацию. По словам психолога, ответственное и осознанное отношение к учёбе закладывается с первого класса. Большую роль играет организация труда ребёнка. Место, за которым он делает уроки – регулярное расписание занятий в школе и дома. Последние исследования говорят о том, что те дети, которые успешны в учёбе, они имеют чёткий режим работы, то есть они понимают, за какое время они должны выполнить домашние задания. И это, конечно же, освобождает их последующее время, остальное для того, чтобы они могли как-то разнообразить свою жизнь. И вот это время не должно зависеть, время на домашние задания не должно зависеть от интересного фильма, который идёт по телевизору, от количества уроков, которые задали, или, может быть, от факта того, что гости пришли в семью. Специалисты уверены, у ребёнка не будет проблем с обучением, если в сознании есть личностнозначимая цель. Тогда школьник понимает, зачем ему нужно заниматься, осваивать разные предметы. Он знает, как и где он сможет применить те или иные знания. Порка ремнём и подкуп за хорошие оценки – плохие стратегии для родителей. Мы в итоге получим не мотивацию к достижениям, а мотивацию оценочную. А потом будет вопрос каждый раз от ребёнка звучать – а что мне за это будет? Ремень, конечно же, категорически запрещается, потому что, во-первых, мы подрываем доверие к себе, ребёнка. И там ни о какой мотивации не идёт речь, потому что это просто… Мы работаем на чувстве страха. Это очень деструктивное чувство, которое приведёт к обратному явлению. Психолог считает, что если ребёнок не хочет учиться и делать домашние задания, отсыпать его претензиями и руганью нельзя. Нужно поговорить со своим чадом и понять причину его отказа от учёбы. Попытаться разобрать недочёт и объяснить, что ошибки и плохие оценки не так страшны. Следует учитывать индивидуальность ребёнка, вместе с ним сформулировать цели, к которым он будет стремиться, и помочь в их достижении.